В Химках прошел заключительный этап образовательных конкурсов «Педагог года-2019». Выбирали лучших учителей, классных руководителей и педагогов дополнительного образования. Учительский стаж Светлана Гоноченко 8 лет. Любовь к преподаванию привили родители, тоже педагоги. Несколько лет назад она переехала в Химке. Сегодня борется за звание лучшего классного руководителя. В школе Светлана учит детей не только чтению письму и счету, но и помогает заложить прочный фундамент для будущей жизни. Есть внеклассное занятие, у нас называется «Афлатун», где представлена у нас детками финансовая грамотность. И вот в начальной школе у нас такая цель, что обучить детям с маленького возраста экономить деньги. Это не единственный проект химкинских учителей. Михаил Бурцов – историк. Его ученики с особым интересом изучают костюмы, этикет и танцы 19 века. Уже успели провести в своей школе настоящий бал. В конкурсе Михаил решил принять участие, чтобы проверить себя. Это, наверное, попытка узнать то, чему я сам научился. Какой я путь прошел за эти два года предыдущих преподаваний, чему я научился, что я могу, что у меня стало по-настоящему хорошо получаться, а в чем у меня есть какие-то недостатки, которые необходимо исправить. Всего в городском этапе приняли участие 33 педагога. В этот раз акцент сделали на эмоции. Участники конкурса в творческой форме рассказали, как видят себя в профессии. Здесь переплелись семейные истории и рабочие будни. Но главный критерий для жюри – профессионализм. В первую очередь это, конечно же, урок, какой был у конкурсанта. Потому что, что бы мы ни говорили, учитель, педагог – это в первую очередь взаимодействие с детьми. Это методическая подкованность и, конечно же, способность этого человека представить наш город на области. По итогам конкурса лучшим учителем городского округа стал Михаил Бурсов. Победу в номинациях «Самый классный классный» и «Отдаю сердце детям» одержали Алла Чернышева и Светлана Бородина. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.